Уже в эти выходные во всех уголках нашей республики пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Карачаева-Черкесии и Дню города Черкеска. Более подробно о том, какая программа подготовлена для жителей и гостей региона, мы поговорили с министром культуры Карачаева-Черкесии Зурабом Агирбовым. Зураб Замирович, это неделя для нашей республики особенная. Хотелось бы узнать, что подготовило министерство для жителей нашего региона и гостей в праздничную такую неделю. Нашу столицу и наши районы в этом году ждет очень интересная программа, которая реализуется у нас впервые в рамках фестиваля «Мир Кавказу». В наш регион на фестиваль приезжают 12 наших дружественных братских регионов. Это представители и Северного Кавказа, и Южного федерального округа, и новых территорий. Даже наши друзья из Южной Осетии и Республики Абхазия. Фестиваль будет проходить у нас два дня. В первый день коллективы разъедутся по районам, чтобы своим творчеством порадовать не только жителей столицы, но и каждого райцентра. А на второй день здесь, в Черкесске, на нашей главной площади соберутся лучшие представители этих регионов, для того, чтобы в галоконцерте фестиваля «Мир Кавказу» показать как раз все свое многогранное творчество. В течение дня фестиваль будет наполнен тремя рабочими площадками, мастер-классами, круглыми столами, где мастера искусства обменяются опытом и будут выстраивать совместную работу. Кроме того, на улице Первомайской каждый из регионов представит небольшую экспозицию в рамках «Улицы Дружбы», где будут представлены работы народно-художественных промыслов. Помимо мероприятий в рамках фестиваля «Мир Кавказу» большая программа подготовлена и мэрией города Черкеска, и Министерством по делам туризма, которое в эти же выходные проведет более 50 мероприятий в разных форматах. Проделана огромная работа. Хотелось бы узнать, как организовывался праздник и во взаимодействии с кем. Вообще фестиваль «Мир Кавказу» традиционно реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Нашим регионам выделена субсидия на организацию этого праздника. Для нас большая честь, что регионы откликнулись на такое приглашение и приехали к нам, чтобы поздравить нас в День Республики. Ну и, конечно, показать себя, потому что фестиваль традиционный, он проходит уже 22-й раз, и из года в год меняет регион проведения. В этом году нам удалось приурочить его именно к нашему празднику. Если говорить об основных точках проведения мероприятий, где конкретно они будут располагаться? Программа праздничных мероприятий, которая запланирована на 15-16 сентября, довольно обширна. И специально для удобства жителей города она распространяется не только на центральную часть города, не только на Зеленый остров, которые станут, конечно, ключевыми местами проведения, но и в нашем новом парке в районе завода РТИ на улице Гутикулова, а также на новой аллее в районе улицы Даватора, также пройдет большая программа для детей и взрослых. Это достаточно масштабное мероприятие, и таких было не одно в этом году. Хотелось бы узнать, какие особенно яркими были, и что планируется министерством в оставшиеся три месяца? Для нас важно, что этот год, наверное, первый год, когда мы полноценно вышли из пандемии, стал насыщенным в культурной жизни. Мы видели фестивали, которые проводили различные министерства, мы видели артистов, которые приезжали к нам со всей страны для того, чтобы и узнать нашу Республику, и рассказать о своем творчестве. И День Республики в этом году главный, наш самый большой праздник. Ну и отрадно, что наш амфитеатр в этом году не пустовал практически ни одну неделю, и постоянная череда концертов. Сейчас мы прорабатываем еще несколько концертов, но основная задача наша, конечно, чтобы они не только в Черкесске проходили, но и в районных центрах, и даже в каждом Дворце культуры, которых у нас сейчас работает много после ремонтов, проходили активные интересные мероприятия. Что бы вы могли сказать, как публика сейчас реагирует на культурные такие мероприятия, более активно, или все-таки еще немного после пандемии не отошли? Как вы считаете? Если оценивать реакцию наших зрителей, конечно, приятно, что она становится все более и более позитивной. Возвращается привычка ходить на мероприятия, которая, к сожалению, была утеряна во время пандемии, это было серьезное испытание. Сейчас, конечно, важно, чтобы очень разнообразный продукт был представлен в культуре, чтобы каждый зритель мог найти то, что ему по душе. И до конца года еще мы представим несколько интересных проектов. У нас в планах привезти классический балет сюда, и работа наших оркестров будет также в новом формате представлена. Представлены артисты наших госучреждений и соседи из других регионов на осенне-зимний период этого года запланировали большую программу. Поэтому мы приглашаем всех любителей культуры следить за анонсами, обязательно подписаться на телеграм-канал Министерства культуры, где вся эта информация анонсируется, ну и пользоваться общей нашей афишей, где все анонсы мы публикуем. Это сайт Яндекс.Афиша Карачаева-Черкесия. Там можно приобрести билеты, в том числе по Пушкинской карте, которая бесплатно дает ребятишкам от 14 до 22 лет, молодежи, приобретать билеты на эти мероприятия. Летние месяцы позади. Сейчас мы находимся в преддверии театрального сезона. Вот хотелось бы узнать, что ждет зрителей нашего региона в этом сезоне. У нас в республике очень эффективно реализуются субсидии на поддержку театров, и каждый из театров в этом году получил финансовую поддержку на приобретение аппаратуры, необходимой материально-технической базы, а также на постановку одного или даже двух спектаклей. Поэтому наши зрители, которые следят за творчеством театров, в этом году увидят и новые детские спектакли, и взрослые спектакли. В этом году мы ввели такую практику, когда популярные спектакли на родных языках переводятся на русский язык, для того, чтобы более широкая аудитория могла познакомиться с творчеством наших артистов и с наследием культуры, которую они воссоздали в новых произведениях. Поэтому семь новых пьес представлено в этом году, и сейчас они в основном будут демонстрироваться в нашем новом театрально-концертном зале, в нашем колледже культуры и искусств, в котором мы провели отличный ремонт. И сейчас, уже буквально на этой неделе, новый зал открывает свои двери, для того, чтобы именно в театральном зале с большой сценой, с кулисами, с хорошей акустикой зритель мог наслаждаться театром. Пока мы завершаем работу над проектом и ждем финансирования работ по реконструкции нашего здания драматического театра, именно зал в колледже культуры и искусств будет нашей основной театральной площадкой. Мы знаем, что министерство активно поддерживает различные молодежные инициативы. Что бы вы могли сказать, насколько активна наша молодежь, и есть ли какие-то проекты, которые вы могли бы отметить особенно? Все больше ребят, все больше команд молодежных эффективно используют и механизм грантовой поддержки. Придумывают свои идеи, прописывают проекты, подают их на грантовые конкурсы и получают деньги на реализацию этих проектов. Таких проектов у нас в этом году несколько. Замечательный проект «Музыка улиц» показал себя и в городе Черкесске, и в районах республики. В этом году осенью мы запланировали проведение совместной проектной школы вместе с Российской академией музыки имени Гнесиных. Сюда к нам в республику приедет более 40 студентов Гнесинки, которые вместе с нашими ребятами будут как раз учиться, как правильно писать и подавать проекты в сфере культуры. Потому что сегодня это мощнейший инструмент, и грантовая система, она очень большая. Нам отрадно видеть, что мы не только как ученики в этом проекте, но и уже сами делимся опытом, в том числе о том, как снимать фильмы, в том числе как создавать музыкальные проекты. Ну и, конечно, здесь большая работа ложится сейчас на школу креативных индустрий, где работают у нас пять новых студий. И, кстати, во всех мероприятиях, которые мы проводим, все больше и больше задач на себя берут школьники нашей школы креативных индустрий, ее преподаватели. Поэтому можно сказать, что молодежь все больше и больше берет на себя ответственность и создает новые яркие проекты. В этом году министерством было реализовано много проектов в партнерстве с кем-то. Вот хотелось бы узнать, какие проекты были реализованы и что, может быть, планируется еще. Мы в своей стратегии определили, что сами мы трезво смотрим на возможности. Мы маленькая республика, у нас не такие большие возможности, но есть очень хорошие партнеры, друзья, большие институты развития, которые своей большой задачей как раз и ставят развитие не только культуры где-то в Москве, в столицах, но и в регионах. И в этом году примером таких проектов стал проект, который называется «Другой звук». Это фестиваль музыки и науки, который в этом году во второй раз был реализован в нашей республике. Участниками стали более тысячи человек. Из Москвы к нам приехало более 50 музыкантов, причем солисты и музыканты Московской консерватории, то есть очень высокий уровень. Еще один проект, который с успехом реализован и сейчас еще продолжается, это создание и открытие инсталляции на памятнике защитников перевалов. Это огромный проект, в котором 30 тысяч гильз были установлены как цветы на постаменте возле нашего памятника. И этот символ сегодня признан одним из наиболее интересных в Северном Кавказе архитектурных проектов. Это пример сотрудничества, нашего сотрудничества с Российским музеем изобразительного искусства имени Пушкина. Соответственно, каждый такой проект для нас дает возможность самим набираться опыта, привлекать ресурс как финансовый, так и экспертный, таких серьезных партнеров и двигаться дальше на следующий год и до конца этого года. У нас еще есть такие проекты, поэтому следите за нашими новостями.